всем привет с вами никитин алексей в этом уроке мы продолжим знакомиться с интерфейсом unity на очереди у нас окно проекта в данном окне вы можете видеть всю иерархию вашего проекта давайте сразу обговорю то что проект это абсолютно все ваши папки с абсолютно всеми ассетами музыкой все что только может участвовать в вашей игре находится в одной большой папке вашего проекта то что вы видите здесь это те ассета ассет это как некий объект который участвует в построении вашей игры далее здесь идут все папки которые у вас есть проекте давайте открою свой проект покажу вот мой проект вот здесь находятся все мои папки все мои ассеты и то же самое дублируется вот здесь то есть абсолютно то же самое если вы сюда щелкните правой кнопкой мыши и нажмете здесь сейчас найду шоу и explorer тогда вам просто-напросто откроется та же самая папка в которой все это находится поэтому относитесь к вот этой части как к обычной папке то есть она и есть обычная папка можете ее так сделать максимайз на все окно и можете работать точно так же как вы работаете с вот этой папкой ну вот видите примерно то же самое тоже есть иерархия вы также можете не продвинуться также с ней работать вот все эти папки просто-напросто меняются только цвета если вы к примеру что-то забросите вот в эту папку а то она сюда какой-то при пап или asset забросите то она точно также отобразится и вот в этой вот в этом окне проекта unity почему unity так сделал потому что unity автоматом подгружает и обрабатывает все что вы загружаете в папку проекта поэтому ну они так решили что им удобно чтобы пользователь всегда мог обращаться к папке проекта чтобы ему не лазить куда-то там за очень длинным путем и может быть он даже ошибется с этой папкой а может быть может спокойно вот отсюда вот все доставать так давайте посмотрим что здесь есть ну первое то что здесь есть это есть все папки вы можете их сворачивать разворачивать вот так же если вы будете использовать кнопку alt вы будете сворачивать и все вложенные папки ну то есть допустим я здесь материал я беру вот так сворачиваю и у меня свернулись все папки которые внутри видите разворачиваю модели у меня больше не развернуты здесь а если я разверну вместе с альтом держу alt разворачиваю видите у меня модель materials jpx все все в иерархии развернулась так идем дальше следующий пункт который здесь есть это поиск здесь вы можете вводить что угодно например давайте найду папку blender который у меня есть я вел сюда blender здесь blender у меня высветился где точно располагается blender я в данный момент не знаю потому что он не просто нашел этот blender если вы хотите увидеть то нажимаете на эту папку и нажимаете f все вот он вам показал где данном случае моя папка blender находится также у вас есть дополнительные возможности искать по определенному типу ну то есть вы например хотите найти материал или prefab тогда вводите prefab вот и он у вас ищет только по free prefab а дальше вот здесь можете например 30 есть такой препарат и вот вы видите то что здесь prefab 30 нашелся но вот так же если вы обратите внимание здесь вот есть такая буковка дальше prefab то есть вам не обязательно вот здесь вот что-то указывать вы можете просто вот здесь написать т двоеточие prefab это что вам нужно найти вот это очень удобно причем вы можете множественный поиск сделать например т prefab там 30 а у вас 30 очень много и вы там хотите еще какой-то сделать там еще например по например он еще модели должен быть вот так вот видите он у вас переключился но на самом деле вы можете сюда вводить еще раз и там т двоеточие и и сюда еще писать prefab но тут скорее всего взаимно исключающие поэтому не продублировал ну и вот видите у вас но да на самом деле он даже два каких-то нашел так отлично здесь что и ну также можете стрелки использовать для перехода там для выбора control зажимаете можете несколько выбирать но вот если вам нужно переименовать f2 нажимаете то есть на папку f2 можете ее переименовывать в общем на самом деле все что у вас есть но в обычном в обычной папке все можете использовать здесь там перейти к родитель родительской папки а также можете нажать backspace и так далее так далее так далее так идем дальше вот здесь вот находится create здесь вы можете создавать прям какие-то элементы то есть хотите сцену новую создать нажимаете сцену у вас создается сцена хотите prefab prefab скрипс и шар ну и так далее то есть эта кнопка нужна для того чтобы создавать вот здесь вот есть так же ту колон лэй аут ван калам лэй аут это тоже абсолютно то же самое что и в папке вы можете вот эту часть скрыть где у вас иерархия проекта оставить только саму иерархию папки или там добавить чтобы у вас еще все это было в иерархии я думаю вы все опытные пользователи windows и понимаете то что то же самое есть и в обычном windows и так же смотрите когда я ввожу какой-то поиск грас трава у меня в проекте довольно таки много текстур которые связаны с травой вы можете также смотреть и искать по например all это значит все все которые у вас вообще есть с этим названием либо вы можете в определенном асете искать либо в пакете вот либо если например то что вы нашли вас не удовлетворяет вы можете зайти васит store и искать это васит store при том что заметьте что он сразу же разделяет то за что вам придется заплатить и то что для вас бесплатно здесь вы можете максимайз опять на весь размер ну и здесь работать если вам не нравится такое отображение с помощью вот этой вот этого скроллинга вы можете изменить отображение например сделать таким ну и это уже более-менее похоже даже на стандартную работу с асет стор то есть тоже то что за что платить за что не платить вот так же можете с вот этим скроллингом побаловаться и посмотреть то есть здесь есть список или разный размер значков так отлично давайте это обратно уберем так же когда вы что-то ищите например траву я хочу потом следующий раз не вводить снова траву например или там когда у меня здесь очень много написанных разных типов по тому как я ищу если мне с каким-то поиском удобно работать то я просто вот здесь добавляю в избранные и вы видите у меня сразу появилось new safe search давайте напишу май search а раз и все теперь если мне нужно искать траву то я не сюда не надо вводить и так далее я здесь просто щелкаю по поиску так сейчас вот так по поиску и он видите мне автоматом вводит сюда grass я думаю это довольно простой урок получился спасибо за внимание подписывайтесь ставьте лайки до новых встреч пока пока